Биткоин, ну сделай хоть что-нибудь. На графике цены XRP фигуру голова и плечи. И считают, что курс может пойти еще ниже, в район 20 центов. СЭК США продолжают гнуть свою линию. Что грамм – это незарегистрированные ценные бумаги. Ставит Coinbase на один уровень с ведущими банками. И тут, наверное, мы сделаем какую-то отсылку к Санта-Барбаре. Потому что я не могу вспомнить, как начинается сериал «Богатые тоже плачут». Итак, один биткоин-кит стал беднее на 45 миллионов долларов. Или полторы тысячи биткоинов и сто тысяч биткоин-кэш. Хакеры взломали его кошелек, узнав номер телефона, которому он привязан. И сделав дубликат сим-карты. Я даже не знаю, что сказать. Несчастный кит просит у майнеров и бирж помощи в возвращении средств. А сообщество тем временем разводит руками. Ведь для этого нужно откатывать блокчейн. И кто вообще додумался хранить такие суммы на кошельке, где для снятия средств достаточно пароля на телефоне? У них нет мозга. И теперь, когда вы уяснили, что только приватные ключи являются гарантией безопасности ваших биткоинов, мы переходим к основной части видео. Сегодня в выпуске. Обсуждаем цену биткоина. Разбираемся в планах компании Ripple на будущее. Обсуждаем, как может выйти криптовалюта Грамм в обход позиций властей США. И в заключении покопаемся в грязном белье криптовалютной бирж. И чуть не забыл. Чем активнее наши новые зрители жмут на кнопку подписаться и включают оповещение, тем быстрее биткоин и мы вместе с ним захватим мир. Мы начинаем. Чего ты там ждешь? Спрашивали меня ребята из команды, которыми еще и озвучивать и монтировать этот ролик. А я тянул до последнего и говорил. Биткоин, ну сделай хоть что-нибудь. Ты там вообще жив? Если подвести итог, то в начале недели биткоин сделал попытку вернуться к цене выше 10 тысяч. Но она оказалась неудачной. И курс обвалился. Вчера разбирали этот момент подробнее. И пока добавить к тому прогнозу особо нечего. Если посмотреть на график, то из восходящего канала мы пока не вывалились. Хоть и находимся на его нижней границе. Это по дневному таймфрейму. А вот на неделе картина менее оптимистичная. Восходящий тренд начинает ломаться. Значит медведи могут попытаться взять реванш. Конечно, у биткоина еще есть воскресенье, чтобы вернуть цену выше 10 тысяч 200. Мы закрыли неделю зеленой свечой. И зная рынок криптовалют, подобное вполне может случиться. Но последние дни цена упрямо идет вправо, придерживаясь горизонтали на уровне 9600 долларов. Похоже на небольшую консолидацию, чтобы набрать силу и снова побороться за 10 тысяч. Но по рынку пока не видно, чтобы у покупателей было достаточно сил для еще одного мощного рывка вверх. И расскажу теорию, которую нашел на просторах Телеграм. Там, кстати, есть и наш канал о криптовалютах. Ссылка под видео. Недавнее падение биткоина объясняют продажами криптовалюты пирамиды Пластокен. И они, конечно, качнули рынок вниз. Но продавать дешево никто не хочет. Поэтому сейчас добивать рынок не будут, а подождут, пока он снова отрастет. И только потом выкинут на бирже очередную партию биткоинов. Звучит вполне логично. А вот верить в подобное или нет, решайте сами. К тому же крупный держатель криптовалют всегда может устроить подобную распродажу. И потом тут же откупить биткоины обратно после распродажи. Еще не так давно за одну монету XRP давали 31 цент. А теперь цена опустилась ниже 28 центов. Трейдер Питер Брандт вообще нашел на графике цены XRP фигуру голова и плечи. И считает, что курс может пойти еще ниже, в район 20 центов. Но нас с вами интересует не столько цена, сколько долгосрочная перспектива. И Ripple хорошо поработали в этом плане в течение прошедшей недели. Начали они с небольшой пропаганды. Глава компании Брэд Гарлингхаус снова рассказал, что в Китае добывают большую часть биткоинов и эфиров. Собственно, повторяя эту мантру, он в очередной раз уходил от ответа на вопрос, как там дела с децентрализацией XRP. Куда лучше, что бывший технический директор Ripple Джет Маккалиб рассказал, что его продажи миллиарда XRP в течение последних нескольких лет не влияли на рынок. У него нет намерений дампить XRP. А договор с Ripple на ограничении продаж пока еще в силе и полностью соблюдается. Напомню, что речь идет о почти 5 миллиардах монет XRP, которые положены Маккалибу как одному из основателей проекта. Интересно, а сколько тогда XRP в личном пользовании у Гарлингхауса? И как он ими распоряжается? Странно. Почему об этом молчат? Но самая интересная новость. Это конкурс от Ripple для разработчиков эфира, чтобы они сделали мост между сетями XRP и эфириум. Говорят, что их очень интересует поддержка смарт-контрактов и рынок децентрализованных финансов. Мне кажется, что такой интерес у Ripple возник после того, как один из крупнейших банков мира, который уже имеет свою блокчейн-сеть для платежей JP Morgan, собрался взять под крыло лучших разработчиков на эфириум. Мы рассказывали об этом в итоговом видео за прошлую неделю. Кому интересны подробности, ссылка на экране и будет в описании. А я перехожу к следующей теме. Тут можно было бы долго возмущаться и сетовать на несправедливость этого мира в целом. И двойные стандарты от американского регулятора в частности. Но на самом деле продление судебного запрета на запуск криптовалюты Gram было ожидаемым. Даже Павел Дуров не всегда способен на чудо. Несмотря на то, что в комиссии по торговле товарными фьючерсами США пришли к выводу, что токены Gram являются товаром, они сделали крайне неубедительное заключение, где указали, что в теории каждый товар может иметь признаки ценных бумаг. И значит, последнее слово должно быть за комиссией по ценным бумагам и биржам. Естественно, СЭК США продолжают гнуть свою линию, что Gram – это незарегистрированные ценные бумаги. И пока суд находится на их стороне, запрет на запуск блокчейна и выпуск криптовалюты продлен до завершения разбирательства. Адвокаты Telegram отметили, что если платформа Telegram Open Network не будет запущена до 30 апреля, мессенджер начнет процедуру возврата денег инвесторам. Вряд ли это ускорит суд или поможет склонить чашу фемиды в пользу Telegram, но для самой криптовалюты Gram это может быть шансом. Как мы знаем, на разработку блокчейна было потрачено от 30 до 40% из собранных 1,7 миллиарда долларов. И как только началась история с запретом запуска, Павел Дуров предлагал вернуть инвесторам 70% от вложенной суммы. Допустим, Telegram проиграл суд. Или он не закончился до 30 апреля. Тогда они возвращают оставшиеся деньги инвесторам и составляют с ними договор для компенсации оставшихся средств в будущем. После этого претензии с США должны быть сняты, ведь получится, что Telegram никому ничего не продавал. Но ведь блокчейн Тон уже разработан, код написан, протестирован, валидаторы готовы и остается только дать команду на запуск. Мне кажется, что такая модель для старта криптовалюты Gram может быть использована. И мы все-таки дождемся Тон в этом году. А в заключении ролика обсудим биржи криптовалют. Давно мы не касались этой темы, а ведь они, по сути, главные игроки на нынешнем рынке. Биржи криптовалют хранят, продают и даже выпускают собственные криптовалюты, как, например, Binance и Coinbase. Кто не в курсе, у последних есть Tablecoin USDC, который они выпустили вместе с компанией Circle. На этой неделе обе платформы испытывали технические проблемы. Как раз перед тем, как биткоин обвалился, о чем мы рассказывали в субботнем ролике, за что биржи заподозрили в манипуляциях ценой биткоина. А вот что интересно, так это вскрывшаяся правда об отсутствии лицензии Binance на Мальте. Все думали, что там находится их главный офис. Но оказалось, что там просто одно из представительств. Данная новость появилась 21 февраля. И многие уверены, что таким образом на рынке пытались посеять неопределенность, чтобы толкнуть цену биткоина еще ниже. Но Чан Пенжао прояснил ситуацию и все успокоились. Остался только один вопрос. Где же тогда главный офис Binance? И какую юрисдикцию имеет материнская биржа? Особенно это интересно в свете того, что был презентован сервис Binance Cloud, который позволяет запустить собственную площадку для торговли криптовалютами в течение трех дней. Фактически это как продажа бизнеса под ключ, на котором доступна спотовая и фьючерсная торговля. Заранее настроены самые популярные криптовалюты и, конечно же, будет BNB. Так Binance может существенно расширить рынок для собственной криптовалюты. На такую инновацию Coinbase ответили официальным партнерством с платежной системой Visa. Это первый случай, когда биржа криптовалют получает такой статус. Он позволяет выпускать дебетовые карты Visa без помощи сторонних компаний, то есть ставит Coinbase на один уровень с ведущими банками, которые раздают свои кредитки. Напоминаю, что ваша подписка помогает продвижению канала, а мы в свою очередь помогаем индустрии криптовалют привлечь еще больше сторонников. Давайте построим криптомир вместе. Минимум, что нужно сделать, это нажать на кнопку подписаться, если не сделали этого ранее. И смотрите, что мы получаем на выходе. Binance начала продавать что-то вроде франшизы, а Coinbase уже фактически стала банком. Какой следующий шаг сделают биржи, чтобы раз и навсегда взять индустрию криптовалют под собственный контроль? И обязательно вспомните биткоин-кита, который потерял 45 миллионов, потому что доверил свою криптовалюту стороннему сервису. А ведь именно этого и хотят биржи, чтобы все держали биткоины только на их балансе, как фиат в банке. Не идите, у них на поводу. Итого мы разобрали, зачем Ripple интеграция с Ethereum, как можно запустить криптовалюту грамм, и как идут дела у ведущих криптовалютных бирж. Если есть что добавить по этим темам, напиши в комментариях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал CoinPost. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok